Сегодня в городской детской библиотеке имени Гайдара состоялась встреча с популярной российской детской писательницей Анастасией Орловой. С автором литературы для детей с рождения познакомились не только школьники, но и моя коллега Виктория Зыкова. В мурке есть что-то от самолета. Заводится мурка с полоборота. Под рыжей шкуркой мотор тарахтит. И кажется, мурка отчасти взлетит. Анастасия Орлова – детский поэт, переводчик, лауреат премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства. В ее библиографии уже более 20 детских книг, а по некоторым из ее произведений сняты мультфильмы. Сама писательница считает, что приучать слуг детей к стихотворному слугу нужно с самого раннего детства. И делать это во время простых бытовых дел. Это в формате игры, это в формате ежедневных наших рутинных дел. Проснулся ребенок погладить ручки, погладить ножки, животик, потягушки, порастушки, массаж, спинку погладить. И вот такие стихи, которые можно сопровождать любые действия младенца, я собрала в этой серии. Первое стихотворение Анастасия опубликовала в 9 лет. Примерно столько же сейчас тем, кто пришел на встречу с ней. Во время таких разговоров с юными читателями автор рассказывает о том, что писателем или поэтом может стать любой из них, если научится смотреть на мир под необычным углом. Наши ребята в диалог включились сразу. Они давали неожиданные ответы на нетривиальные вопросы. Скажите, пожалуйста, чем кошка похожа на волну? Они похожи тем, что волна не очень любит огонь, а кошки не любят воду. Это как вода. Тоже что-то не любят. Еще один вопрос. А чем кошка похожа на самолет? Когда она прыгает либо с дивана, либо с кресла, она прыгает, как самолет, приземляется на четыре лапы. В свою очередь дети тоже задавали вопросы писателю. Сколько лет вы пишете книги и стихи? Сколько книжек вы написали? Какие вам книги нравятся? А есть книга про хоккей, которая команда Амур Хабаровск. В Хабаровске Анастасия Орлова впервые. Несмотря на это, у писательницы есть стихи про наши дальневосточные реки Амур, Зею и Бурью. Виктория Зыкова, Степан Крокус. Смотри Хабаровск. Интервью с писателем Анастасией Орловой записала моя коллега Ирина Фастовец. Смотрите его сегодня.